Аудиокнига записана специально для сайта кинотеатра охотника. Рысь, много охотников на Руси, но многим ли счастливцам доводилось на своем веку не только убивать рысей, но даже и видеть их убитых. Животное это довольно редко не только в Европейской России, но даже и у нас, в необъятной Сибири. А скажите, где же и быть зверям в настоящее время, как не в матушке Сибири, еще так мало заселенной и представляющей для этого все наивыгоднейшие условия? Хотя я и принадлежу к числу тех счастливцев-охотников, которым случалось убивать рысей, но все же с этим зверем я знаком менее, чем с другими, не знаю тонкости его характера, привычек, образа жизни и скажу только то, что успел уловить своей наблюдательностью и слышал от старых, закоренелых сибирских охотников. Старая рысь довольно велика, так что бывает с порядочную дворовую собаку, но рысь относительно собаки длинна и приземиста, вытянутая шкура самца бывает длиною до двух оршин и более. По наружному же виду рысь гораздо больше сходна с кошкой, чем с собакой. В особенности голова ее чрезвычайно сходна с кошачьей, нрав же в особенности. Движение, уловки, манеры, походка, побежка совершенно кошачья. Туловище покрыто густой, мягкой шерстью, которая особенно удлиняется на морде и образует длинную жесткую бороду, она раздвоена, и концы ее висят по обе стороны морды. Цвет шерсти рысь и серо-светло-желтый с рыжевато-бурыми круглыми пятнами, брюшко белое такого же цвета, с темными пятнами, большие усы и чрезвычайно острые, как у кошки, зубы. Уши у нее коротенькие, треугольные, на концах которых находятся прямо вверх торчащие клочки волос черного цвета. Когти крепкие и весьма острые, загнутые, как у кошки, они выставляются из мякишей пальцев только в известных случаях, при нападении, обороне и влезании на деревья. Хвост короткий, прямой, всюду ровной толщины, на конце черный. Рысь одарена крепкими и мускулистыми ногами с довольно большими ступнями. След ее круглый, с ясными отпечатками мякишей пальцев, когти бывают видны только в случае быстрого, как стрела, бега. Рысью самца здешние сибиряки называют туземным словом омрачо, а самку, просто рысью. Последнее всегда бывает несколько меньше омрачо и не так красиво, как он, это замечание относительно зверей и птиц не есть ли общее двенадцать и нельзя ли его отнести ко всем тварям. Кроме того, на омрачо всегда шерсть несколько темнее, чем на самке, а усы гуще и темнее, зато самка свободнее и грациознее в движениях. Глухие дремучие леса, высокие скалистые горы, лесистые горные утесы с новейшими скалами, каменистые россыпи, словом, места крепкие, как выражаются сибиряки, уединенная, глухая тайга, вот родина и постоянное пребывание рысей. Никогда вы не встретите рыси поблизости от жилых мест. Странно, что шкурки тех рысей, которые живут в местах гористых, всегда бывают лучше тех, кои водятся в дремучих лесах на равнинах. Как объяснить это обстоятельство, не знаю. Шерсть на рысьих мехах чрезвычайно прочна в носке, мягка и пушиста. Рысьей шубы не уступят теплотой у лисьей, а прочности у меха превосходят. Мездра у нее весьма крепкая. В старину рысьи меха были в большом употреблении и ценности, особенно в нашем крае, потому что китайцы были большие любители этих мехов. Хотя и в настоящее время цены на рысь и шкурки порядочные, но все же не прежние. За хорошего омарочой теперь можно взять до 20 рублей. Серебром, а в старину давали и по 200 рублей. Ассигнациями. Странно, почему это так? В старину зверей было больше и потребности тоже, нынче наоборот. Течка рысей бывает зимою, обыкновенно в феврале месяца, в местах непроходимых, в самых глухих частях глухой сибирской тайги, в местах отбойных, говорит здешний промышленник. Преимущественно около горных утесов, в каменистых россыпях и никогда на открытых или луговых частях тайги. За одной с самкой ходят по два и по три омарочо, между которыми, как вообще между любовниками одной особы, происходит весьма неприятная сцена, начинающаяся обыкновенно косыми взглядами, окончающаяся страшной до невероятия злобной дракой, шерсть у них летит клочьями, кровь льется и красно-бурыми пятнами обогряя снег, ясно указывает любопытному охотнику место арены. Течка рысей, как и течка кошек, сопровождается громким мурлыканием и мяуканием, далеко и глухо раздаются их резкие голоса по глухой тайге, особенно вечерней и утренней зарей, и как-то неприятно действует на ухо каждого человека, даже охотника. В вытье волка слышится что-то печальное и страшное о внеистовых криках рысей, особенно во время течки, именно что-то неприятное, тяжело действующее на нервы охотника. Человек, в первый раз услышавший эти звуки, особенно в ночное время, и когда эхо в торе им далеко уносит их по глухой безграничной тайге, невольно содрогнется, сердце застучит сильнее, и непременно дрожь пробежит по его телу. Я все это испытал на себе, когда услышал эти резкие звуки в первый раз, сидя около походного котелка, из которого я так аппетитно прихлебывал горячую козью похлебку уже поздно вечером, я не знал, за что принять их, пока бывший со мной товарищ, старый сибирский промышленник, подтрунивая надомные, не объяснил мне причины. Как не принять этих диких звуков суеверному простолюдину за крики сатаны? Не отсюда ли и произошли лесовики, кикиморы, букушки, полуденки и прочие произведения быстрого воображения суеверного народа? Как происходит процесс самого совокупления у рысей, не знаю, мне видеть не довелось, а слухам не верится. Редко случается, чтобы в это время видели только одного омрачо с самкой. В другое время года самцы живут отдельно, в одиночку, поэтому надо полагать, что они не принимают участие в выкармливании молодых. Самка носит не доля девять недель, потому что в начале мая находят уже молодых, которые родятся слепыми, и, как говорят промышленники, дней девять не проглядывают. Рысь гнездо свое делает преимущественно в горных утесах, под нависшими скалами и плитами, иногда в неглубоких пещерах, в расселинах гор и редко просто в лесах под большими пнями и корнями дерев. Не думаю, чтобы рысь была нежная мать, потому что, сколько я заметил, детей своих она содержит довольно грубо, а видя опасность, не защищает их, как другие звери, даже не одаренные природой орудиями к нападению или защите, тогда как рысь, зверь хищный, который не дает себя в обиду плохому неприятелю. Рысь даже не способна схитрить для того, чтобы отвезти человека или собаку от своего гнезда, в случае опасности она заботится только о своем сохранении и, по-видимому, нисколько не скорбит о тяжелой учья ости своих детей. Мне дважды случалось видеть рысье гнездо, и оба раза в больших утесах в глухой тайге. Молодые, еще слепые, лежали под камнями, которые, в свою очередь, прикрывались огромными нависшими скалами, просто на голой земле. Я хотел их унести домой, чтобы выкормить, но не взял, потому что они были еще слепы, неделю спустя я нарочно отправился на то место, чтобы взять молодых, но их уже не было на том месте. Вероятно, мать перетащила в другое. Рысь обыкновенно мечет двух и трех котят, весьма редко четырех. Молодые, покуда еще слепы, чрезвычайно походят на обыкновенных котят, только родятся несколько больше последних, они в молодости чрезвычайно игривы, но страшно пугливы, так что при малейшем шорохе уже прячутся в пустоты между камнями, забиваются под плиды и прочь. Так что их трудно отыскать без собаки. Молодые рыси бывают белые, но с возрастом постепенно желтеют и на них появляются буроватые пятна, сначала едва заметные, но потом выходящие яснее и яснее. Рысь кормит молодых сперва молоком, а потом, когда они подрастут, приносят им различных животных, как-то, рябчиков, мышей, мелких птичек, глухарят, даже молодых, диких козлят, заячат и прочь, чем с юных дней приучают детей своих к хищности, заставляя их ловить у гнезда принесенную добычу. Покуда молодые не подрастут, мать их с собой не водит и на добычу отправляется одна, когда же они окрепнут и начнут матереть, рысь начинает водить их с собой и приучает ловить сначала мелких животных, а потом доходит дело и до больших. К зиме дети подрастают так, что в состоянии пропитываться уже сами, почему на промысел отправляются отдельно от матери, хотя и неподалеку от нее, но пойманную добычу кушают вместе. Дети ходят с матерью до начала течки, во время ее они уже при матери не присутствуют, а остаются одни, на следующую же зиму гонятся сами, следовательно, тогда, когда им уже почти два года. Рысь тонко в животе и потому до невероятности маловытна, как здесь говорят, то есть мало ест, то, что лисица съест в один раз, рыси достанет на три, несмотря на то, что она гораздо больше лисицы. Однако рябчика достаточно на одну выть, наестся досыта, самому большому омрачу. Замечательно, что рыси падали почти не едят и в пищу преимущественно употребляют свежинку, даже задавив большого животного и покушав его два, три раза, а потом изловив новую добычу, к старой не возвращаются. Острейшее зрение, превосходный слух, крепость мышц и быстрота бега, вот неотъемлемые свойства этого хищного зверя. Рысь добычу свою сначала ищет по следу, а потом, завидя ее, тихонько, как кошка, скрадывает и, приблизясь, вдруг на нее бросается, для чего ей достаточно сделать один, два и много три прыжка, чтобы схватить несчастную жертву, но промахнувшись, она добычи не преследует, а как бы сконфуженная, таясь, возвращается на место и с удвоенным вниманием и терпением ждет нового. Между молодыми зайцами она производит страшное опустошение, ловя их всюду, старых же ловят большую частью карауля их на тропах. Если рысь хочет напасть на большое животное, например дикую козу, изюбра или оленя, то залезает на деревья, которые находятся вблизи звериных троп и их перелазов, прячется в ветвях и тихо, не шевелясь, поджидает верную добычу, завидя ее издали. Она плотно прилегает в сучьях, как кошка, приготовляется к нападению, выпускает свои страшные когти, ловит каждое движение приближающегося зверя своими огненными глазами, которые в темноте имеют способность светиться, как раскаленные углы, и лишь только жертва подойдет в меру к тому дереву, на котором она спряталась. Рысь стримглав бросается одним прыжком прямо на спину зверя и начинает грызть затылок до тех пор, пока обессилившее животное от страшной боли и потери крови не рухнется на землю. Конечно, бывают случаи, что сильное животное, как например олень и зюбр, помчавшись стрелою по лесу с рысью на спине, сбивает ее с себя долой, задевая осучья деревьев, или стирает своими большими рогами, но трудно заживают раны на их шее от страшных рысьих зубов и острых когтей. Говорят, что большие оморочо отваживаются нападать не только на молодых диких поросят, но даже и кабанов. Не знаю, насколько это справедливо. Конечно, человек не может быть очевидцем всех закулисных сцен, происходящих между зверями, и особенно совершающихся в ночное время, но разве ясные отпечатки их следов на снегу не могут указывать человеку все их проказы и отношения друг к другу? Так, например, я неоднократно видел свежие рысьи следы по следам диких коз, следующее повсюду за их направлением, потом огромные прыжки козы и прыжки рыси, наконец, целую утолоку, кровь, козьи кости и козью шерсти, тут же волчьи следы. Разве это не указывало на то, что рысь выследила козулю, догнала ее, та бросилась, рысь за нею, наконец поймала, задавила, наелась и скрылась, а потом явился волк и доел остатки. Все это так ясно, что не надо быть и очевидцем, чтобы догадаться. Однажды мне случилось в глухой тайге, удалившись от своего товарища, следить рысь по свежей порожке, долго ходил я и наконец пришел к утесу, который круто и обрывисто упирался своими могучими скалами на дно падушки, порожшей редким кустарником. Собаки со мной не было. Остановясь, я долго приглядывался, не увижу ли где-нибудь рыси, потому что след ее около утеса потерялся, рысь, скрывая его, стала скакать на оголенные камни. Вскоре я увидел на дне падушки козулю, которая покойно ходила и ела, срывая засовшие стебельки пожелтевшей травы, а неподалеку от нее увидел и рысь, плотно прижавшуюся за большим камнем. Меня это заинтересовало, я прислонился к дереву и, едва переводя дыхание, стал дожидать развязки. Как только козуля опускала голову и начинала есть, рысь тотчас подкрадывалась ближе к ней, то прыгая с камня на камень, прячась за большими плитами и кустиками, то идя ползком по открытым местам. Но лишь только козуля поднимала голову, рысь останавливалась и припадала, где бы она застигнута ни была. Таким образом, она подкралась к козе сажени на три, признаюсь, я, видя эту картину и ожидая скорого нападения, стоял как истукан и только глядел, чтобы не прозевать лучшие минуты, дрожь пробегала по моему телу, и кровь приливала в голову. Рысь снова притаилась, приготовилась к нападению, как кошка, и лишь только коза опустила голову, не подозревая опасности, рысь как стрела, бросилась на несчастную жертву, так что я не мог уловить этого момента глазами и видел уже только, как коза стремглав бросилась от того места с рысью на спине, но, сделав несколько скачков, упала и заревела, как под ножом охотника. Я, в свою очередь, скрал рыси, убил из винтовки. По осмотре моем оказалось, что у козули был перегрызен затылок. Рысь не может похвалиться хорошим чутьем, но все же у ней оно развито лучше, чем у других кошек. Голос ее похож на пронзительный резкий вой. Теплая свежая кровь животных составляет для нее лакомство, она любит ее до того, что насыщаясь ею забывает об осторожности. У задавленного животного она прежде всего лижет и сосет кровь, затем разрывает живот, ест внутренности, а потом шию и плечи, остальное не трогает и оставляет на месте, эти части доедают уже другие хищники. Рысь крайне любопытна и терпелива, на карауле она по целым суткам лежит на одном месте, так что снег под ней протаевает до земли, а поместившись на каком-нибудь скрытом крепком суке, лежит с таким упорством, что только случай заставит ее с ним расстаться. Горячие охотники часто проходят мимо ее засады, ничуть не подозревая близкого присутствия этого хищного зверя, который в это время смирно лежит на своем дереве и как дикая кошка, только пристально смотрит на проходящего человека. Легко раненая рысь опасна, она нередко бросается на грудь охотника, жестоко царапает ужасными когтями и бешено кусается. В это время воевать с ней хитро, не надо терять присутствие духа и как можно скорее действовать охотничьим ножом. Рысье мясо некоторые едят и находят его вкусным и питательным, в особенности жирных. Швейцарцы употребляют его в пищу, а древние германцы на своих знаменитых пирах жаркое из рыси считали за редкое и лакомое блюдо. Насколько трудно приучить рысь к неволе, можно судить по зверинцам, в которых всегда можно видеть львов, тигров, леопардов, но рысь встречается весьма редко. Рысь давит даже лисиц и ворону, потому что эти хитрецы любят проедаться на чужой счет, именно зная маловытность рыси, они тотчас явятся на незваный обед, а рысь, подметя непрошенных гостей, притаится где-нибудь за кустиком или камнем, около своей добычи, и выждет посетителей. Прыжок два, много три, смотришь, дорогие гости и попадут на зубы хозяйки. Но промышленники говорят, что рысь не ест их, а с презрением бросает на месте, удовольствовавшись только наказанием за воровство. Рысь, наевшись досыта, лежит чрезвычайно крепко и подпускает к себе собаку или охотника весьма близко, я полагаю, что она после сытного обеда крепко спит, почему и не слышит приближения врага. Рысь, захваченная в логове врасплох, обыкновенно с испуга заскакивает на близ стоящее дерево и дико, как бы с просонок, смотрит на землю, желая отыскать причину тревоги. Летом рысь трудно увидеть в лесу, потому что днем, во время сильного жара, она прячется в расселенных гор, в щелях между скалами, залезает в густую чащу и прочь. Любит прохладу и нередко спускается в горным речкам, ключам, родникам, поточинам и рыщет только ночью. Линяет, как и все звери, дважды в год. Остальные черты характера рыси, ее манеры, уловки, которые подметил человек, читателю смотрит из ниже описанного. Добывание рысей. Рысь нехитра, доверчива, в ней не развито столь сильное чувство самосохранения, какое есть в лисице, и потому добыть ее не составляет особенной важности для охотника, хотя мало знакомого с характером и манерами этого зверя. Имея легких и приемистых собак, хорошо натасканных на рысей, почти всегда можно надеяться на успех при этой охоте, разве какие-нибудь особые причины помешают добыть рысь, причины, которых не в состоянии предвидеть охотник. Сибиряки по большей части бьют рысей из винтовок, отыскивая их зимою по следу. Охота состоит в том, что промышленник, найдя свежей рысей след, сначала делает большой круг, то есть обходит или объезжает ту часть тайги, в которой, по его предположению, должна находиться рысь, и если он при этом не перехватит следа, выходящего из этой части, что ясно покажет, что рысь тут в определенной округе, то охотник располагается к нападению, соображаясь с местностью. Если же след покажет, что рысь вышла из окруженной части, он делает другой круг и так далее, до тех пор, пока рысь не будет обойдена, это делается для того, чтобы охотник, зная ту часть тайги, в которой находится зверь, мог избрать удобное место, с которого можно будет сделать нападение. Избрав его, охотник спускает собаку, которая до тех пор была привязана к седлу на поводке, на свежий след, и едет поспешно за ней, изредка останавливаясь и прислушиваясь, не лает ли где или, как говорят охотники, не скалит ли где-нибудь его верный соболька, и чуть только заслышит знакомое частое тявканье, немедленно бросается на голос, не разбирая ни дороги, ни чащи леса, ни гор, ни утесов, ни каменистых россыпей. Достоинство хорошей собаки при охоте за рысями состоит в том, чтобы она, взбудив, подняв, испугав, рысь стремглав бросилась за ней и следила бы ее не одним чутьем, но ловила бы и взором. Рысь, заслыша собаку, тем более, увидя ее близко, как молния бросается спасаться, с неимоверную быстротой делает огромные прыжки, стараясь скакать с корня на корень или с камня на камень, чтобы скрыть свой след, но бежит так скоро не более 80 и много 100 сажен, после чего утомляется, почему хорошая собака скоро загонит ее на дерево и не спустит с него до тех пор, пока не подоспеет хозяин и не убьет ее из винтовки. Если же место чистое и собака догнала рысь, не дав ей заскочить на дерево, то усталая рысь, видя опасность, тотчас ложится на спину и жестоко защищается своими острыми когтями и зубами. Одной хорошей собаке не задавить большой рысе, были примеры, что рысь, защищая себя от собачьих зубов, наносила собакам столь ужасные раны, что те пропадали. Обыкновенно рысь, лежа на спине, задними ногами приподнимает врага на воздух, а передними лапами распарывает животы нападающим на нее собакам, и нередко так сильно, что тут же выпускает им кишки, но почти никогда не кусает, как бы гнушаясь собачьим мясом. Рысь, преследуемая собаками, иногда прибегает к хитрости, весьма неоригинальной, но зато постоянно одинаковой, убежав от собак, она заскакивает на пень, колоду или на камень и стоит, притаившись как мертвая до тех пор, пока собаки в зарях, то есть, в азарте, как здесь говорят, не пробегут мимо нее, тут она тотчас соскочит и убежит собачьим следом в обратную сторону. Собаки, заметив свою ошибку, поспешно возвращаются назад и нагоняют рысь на охотника, который едет собачьим следом. Рысь при такой встрече обыкновенно заскакивает на первое попавшееся дерево, а охотнику того и нужно. Таким образом, ее хитрость смертельна для нее и способствует скорейшему окончанию дела в пользу охотника. Здешние промышленники хорошо знают это, почему нарочно ездит собачьим следом, в совершенной готовности принять на меткую пулю спасающуюся рысь. Странно, что рысь быстро бегут только на таком коротком расстоянии. Не дюжа, говорят сибирские промышленники. Вот по этому-то случаю и необходима горячая, приемистая собака, то есть такая, которая, взбудив рысь, сама сразу употребляет все свои силы, чтобы скорее нагнать ее. При этой охоте промышленнику нужно знать хорошо местности необходимо соображаться с тем, чтобы заехать с той стороны, откуда способнее взбудить рысь, именно надо соображаться, чтобы не загнать ее в каменистые россыпи, где собака не в состоянии бежать сильно, а рысь может спрятаться в пустотах и расселенных между камнями и скалами. Нередко молодые рыси, вместе с матерью, преследуемые собаками, заскакивают все на одно дерево, в таком случае нужно стараться убить сперва мать, а потом уже стрелять по молодым, потому что дети после первого выстрела по матери не соскочат с дерева, а напротив, в виде смерти матери, будут прятаться на ветвях и сидеть так крепко, что их можно перебить всех по одному, в противном случае старая рысь после выстрела тотчас спустится на землю и быстрее птицы снова бросятся спасаться, а за нею и молодые. С худыми, неприемистыми собаками рысей добывать трудно, случается, что с такими собаками гоняют их по несколько дней сряду и все без успеха, потому что рыси, ненажимаемые ими, успевают отдохнуть и поздно настигнуты, снова уйти от преследования. Такая охота утомительна и неприятна, потому что, носясь верхом по лесистым горам, каменистым россыпем, едва проходимым чащим, скоро утомишься, передерешь свое платье, оцарапаешь себе лицо и руки обмерзлые сучки и прутья, которые, как стальные пружины, беспощады бьют по открытой физиономии, признаюсь, тогда подобная охота становится в тягости для страстного охотника. А что достается на долю бедных лошадей в подобных случаях, об этом уже и говорить страшно. Зато как весело и приятно, если хорошая собака, взбудив рысь, скоро загонит ее на дерево и своим тревожным, радостным лаем зовет на помощь своего хозяина. А господа, какое тут радостное чувство наполняет душу страстного охотника. С какой поспешностью и осторожностью он, подскакав и привязав коня, скрадывает дорогую добычу, видя ее на дереве. С замирающим сердцем, едва переводя дыхание, подходит он к дереву, осторожно ставит винтовку на сошки, вместе с тем торопливо поглядывает на лающую собаку и на рысь, притаившуюся на суке и не спускающую глаз с собаки, ища удобные минуты, чтобы воспользоваться каким-нибудь промахом собаки и скрыться. Наконец, с каким проворством сибирский промышленник взводит свой забавный курок и, затаив дыхание, выцеливает верную добычу. Еще мгновение, и пронзенная насквозь винтовочной пули рысь без чувств, без дыхания, с едва заметными судорогами, медленно падая с сучка на сучок, рухнется на землю, к ногам давно ожидающего соборки. Кроме того, рысей добывают и другими способами, хотя и редко здесь употребительными, как, например, капканами, луками и пастями, которые ставят на рысьях тропах или около трупов животных, ими задавленных. Сибирский промышленник считает за большое счастье, если охотясь в тайге, он найдет свежезадавленных рысью, козу, зайца, глухаря и тому подобных зверей, он тотчас делает простую опадную колоду или пасть, настораживает над своей находкой и вполне надеется на успех, потому что рысь вскоре непременно явится к своей добыче, если только она не задавила кого-нибудь еще, и попадется сама в ловушку. На этот раз она чрезвычайно проста и доверчива, так что идет даже под пасть, только что сделанную. Ловкие промышленники, хорошие стрелки, иногда приманивают рысей, подражая крику зайца, попавшегося в петлю или пастушку, и стреляют их из винтовок. Рысь, заслыша как бы голос зайца, не замедлит явиться к охотнику, особенно голодная, тут стрелку нужно быть готовому к поспешному выстрелу, потому что рысь, заметя ошибку, тотчас скроется. Понятно, что это делается в таком случае, если охотник найдет свежие рысь и следы и надеется, что рысь лежит где-нибудь недалеко от того места, где он остановился, чтобы подманить ее на голос зайца. Рысь крепка к ране, ее нужно стрелять в самые убойные места, то есть в голову или в грудь, и то так, чтобы задеть пулей мозги, печень, легкие или сердце, если же попасть по полому месту, то есть по животу, в ногу и в другие части, не имеющие большого влияния в организме животного на скоропостижную смерть, то рысь может уйти от преследований охотника, тем более если с ним нет собаки. Раненую рысь не следует не только хватать руками, но даже и подходить к ней близко без обороны, потому что она бросается на человека и может нанести жестокие раны. Даже видя смертельную рану, не надо допускать к ней и собаки. Шкурку с рыси снимают тоже чулком, как с лисицы 35. Как говорят, прежде рысей было гораздо больше в здешнем крае, нежели в настоящее время, впрочем, эта горькая истина относится и ко всем зверям, водящимся в Забайкалье. Что делать? Мало ли чего прежде бывало, в старину и звери-то было не в пример больше топершиного. Деды наши порассказывали, что они за огородами, на деревенских ключах, сахатых до изюбров бивали, а нынче, срам. Просто срам. Все глаза-то себе выстегаешь, с рубахи вылупишься, покули их в лесу-то отыщешь. Эх, было времечко, не воротишь. Это слово в слово переданный мною рассказ одного старика-промышленника, славившегося в былое время своим удальством на поприще охоты по целому околотку в мире зверопромышленников. При последних словах своей типичной речи старик глубоко и тяжело вздохнул, а потом, кажется, заплакал я хорошенько не видал, потому что вышел из избы. Передам еще эпизод из рассказа одного достоверного сибирского промышленника, постараюсь сохранить его типическую речь, долго я ехал с товарищем по худой вершей верховой дороге, в страшной тайге, с Чикойских по Кате Чикой, река Вью, Зе, Забайкалье, в самое Белковье. Стало уже смеркаться, и до табору было еще дивно, далеко много. Заночуем-ка, паря, говорю я товарищу. Ну что ж, заночуем так заночуем, говорит он, а конь у него пристал маленько, я и поехал вперед на своем курке до места, где прежде ночевывали. Приехав, разложил огня, нарубил больше дров для ночи, запалил гонзу, китайская медная трубка, слышу там позади, гадце, маленько погодя опять, гадце. Слава тебе, Господи, подумал я. Чего-то бог товарищу, видно еще послал, вот уже два раза отвесил, да только голк, а чего-то не бравый, будто мимо 36. Сам между тем притащил воды, повесил карымского чаю в котелке, а тут слышу опять, гадце, а там еще-еще. Сфу ты, Господи, проговорил я. Кого он там постреливает? Уж не на звере ли, медведя натакался, сердечный. Ну как это подумал, верите ли, так у меня ретивое и защемило. Индот дыхать тяжело стало, жаль мне товарища, будто отца родного. Чай между тем вскипел, я выпил чашечку, другую, да больше-то и не могу, так сердце и ноет. А тут слышу, опять гадце, а вот и собака залаяла уже ближе ко мне. Ну зверь, беспременно, мол, зверь я, нечего делать, схватил поскорее винтовку. На каурка да и нутка наливать на голк-то, где он палит. А месяц уже вышел, и так стало светло. Я еду, еду да и приостановлюсь. Слышу, собака так и рвет, будто сдурела. Ха-эм, ха-эм, ха-мудак, а товарищей не слыхать. Но думаю, Христос с ним, отчего-то не ладно. Опустил 37 коня, подскакал ближе и вижу, товарищ мой сидит, сгорбившись под деревом. А собака подле него лает, задравший голову кверху. Ты кого это, парик стреляешь, говорю я. Вот уж сколько времени. Да чего, брат, говорит он, ты только что от меня уехал. А соболька мой бросился в сторону, да и нутка лает на дерево. Я соскочил с коня, подбежал к дереву и вижу, на нем сидит, притаившись, рысь. Я обрадовался, палил, палил, раз с десяток отвесил. И все мимо, все заряды расстрелял. Убить не могу, я попуститься жалко. Да и подумал, что ты, наверное, услышишь и меня выручишь. Эх ты, голова сердечная, говорю я. По что это от месяца то стреляшь. Вот потому мимо да мимо. Сам скорее соскочил с коня, схватил свою винтовку, зашел с другой стороны, значит, к месяцу. И вижу, сидит на суке, притаившись, голубушка. Только глаза светят. Благослови и господи, подумал я, да как торнул, вот и полетела моя рысь вниз головой, прямо на соборьку. Вот как по-нашему, говорю я, сразу повалил, а то гадце да гадце. Пожалуй, без толку-то пали сколько хош, проку мало будет. Ну тугды свалил я такого матерого омарача, что боже упаси. После в кяхте за 18 рублев продали. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника по ссылке в описании. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео.